Школьные принадлежности В конкурсе Росмолодежи и получил грант Кто примет участие в финале первенства России по боксу В Черкесске прошел всероссийский турнир по боксу память Александра Давыдова Здравствуйте на телеканале Россия 24 Информационный выпуск Вести Карачаева Черкесия С вами Мурат Жентезов По поручению главы Карачаева Черкесии Рашидат Тимрезова Подарки к новому учебному году получат 150 школьников города Старобельск Луганской Народной Республики Карачаева Черкесия в рамках всероссийской акции «Собери ребенка в школу» Партия «Единая Россия» направила школьные принадлежности юным жителям ЛНР 150 рюкзаков школьникам города Старобельск передали сенатор Ахмад Салпагаров и депутат Госдумы Черкеска Султан Узденов Это наборы первоклассника, нарядные портфели со светоотражающими элементами для учеников младших классов и рюкзаки для ребят постарше Подарки школьники получат к 1 сентября, чтобы начать Новый год подготовленными Напомню, что по поручению президента России Владимира Путина об оказании помощи освобожденным территориям новых субъектов России Наша республика подписала соглашение о сотрудничестве с ЛНР и регулярно оказывает поддержку региону Акция «Собери ребенка в школу» проходит по всей стране каждый год в канун 1 сентября Рюкзаки со всем необходимым для учебы вручают детям из многодетных, малообеспеченных, нуждающихся семей, детям-инвалидам, а с прошлого года и детям-участников СВО С момента старта акции в этом году в Карачаево-Черкесии школьные наборы уже получили более 100 семей В Карачаево-Черкесии активно и масштабно развивается уникальное для региона направление в сельском хозяйстве В самом разгаре уборка голубики Урожай на сегодня более 8 тонн, в планах до конца года собрать более 20 тонн Об этом сообщил глава республики Рашид Тимрезов Сегодня на полях Карачаево-Черкесии высажено 26 гектаров кустов ягоды Первые саженцы разных сортов голубики, среди которых Блюкроп, Дюк, Блюрей, Блюджей были посажены всего несколько лет назад Через два года предприятие планирует выйти на полную мощность и увеличить размер урожая до 120 тонн в год Важно, что урожай этих вкусных и очень полезных ягод доступен жителям Карачаево-Черкесии А масштабы производства позволяют реализовывать продукцию за пределами региона Рашид Тимрезов поблагодарил аграриев за благородный нелегкий труд и неоценимый вклад в продовольственную безопасность региона При поддержке главы республики Рашида Тимрезова и Федерального агентства по делам молодежи в Карачаево-Черкесии стартовал Всероссийский высокогорный молодежный форум Махар В Махарском ущелье собрались более 200 представителей молодежных организаций и студентов России В рамках форума пройдет грантовый конкурс Росмолодежи На реализацию идеи можно выиграть до 500 тысяч рублей Участники подали заявки на грантовый конкурс по 18 направлениям Это проекты инклюзивной среды, молодежного туризма, организации занятости молодежи, экологического просвещения, вовлечения в научную деятельность и поддержки творческих инициатив Мероприятие предусматривает 4 различные программы, в том числе образовательную, горно-пешеходную, творческую и спортивную В наших следующих выпусках мы подробнее расскажем о работе форума Махар Открытый диалог с молодежью В Центре молодежного инновационного творчества состоялась встреча активной молодежи с представителями власти На ней обсудили результат исследовательской работы над проектом «Клуб управленцев Босса общества» Еще на примере успешных и известных людей провели открытый диалог О значимости мероприятия расскажет Альбина Ламкова На площадке ЦМИТ собралась активная молодежь республики Им на примере успешных и известных людей рассказали о том, как добиться успеха в любой сфере Общение талантливых и неравнодушных людей с представителями власти, молодыми профессионалами и социальными активистами прошло продуктивно Они видят свое будущее в этих людях И, конечно же, тот опыт, который накоплен чиновникам, успешным бизнесменам, журналистам Это, конечно, топ подспорья и важная информация для нашей молодежи Думаю, что надо чаще встречаться с молодежью Надо слушать и держать руку на пульсе Чтобы сохранить нашу талантливую, креативную, хорошую, красивую молодежь Посредством реализации и создания проекта клуб управленцев БОС-сообщества Определили развитие управленческого потенциала среди молодежи Карачаева-Черкесии С каждым участником велась индивидуальная работа через аппаратно-программный комплекс В будущем с помощью системы планируют вовлечь большое количество молодых людей в социальную жизнь республики А также научить их при помощи БОС определять лечение многих заболеваний и реабилитацию При помощи биологической обратной связи мы улучшали такие навыки, как память, концентрация внимания, управление эмоциями, работа в команде То есть ребята погружались в себя, изучали себя, изучали работу своего мозга, своих эмоций Научились контролировать свои мысли, свои эмоции Это все при помощи компьютерных технологий Работа клуба управленцев БОС-сообщества показала хороший результат Говорит об этом не только руководитель Алима Найманова, но и участники проекта На мой взгляд эффективность очень высокая Если до этого у меня была повышенная тревожность, были проблемы со сном Были проблемы с концентрацией внимания, были проблемы с расслаблением Были проблемы с памятью Сейчас я могу сказать, что большинство этих проблем либо ушли полностью, либо их какое-то влияние нам у жизни сильно уменьшилось И хочется еще отметить еще один положительный плюс этой технологии Он помогает тем, кто перенес ковид В общем, ко мне вернулись все запахи Опыт положителен, поэтому исследовательский интерес растет Главное продолжать работу, чтобы учесть все нюансы Отметила Алима Найманова По обратной связи действительно от многих проблем ребята избавились Таких как тревожность, нарушение сна И как раз тогда был период подачи проектов Такая очень жаркая пора Многие ребята справились со своим стрессом То есть ту обратную связь, которую мы получили, для нас она очень ценна То есть мы сделаем вывод, что наш проект был не зря И мы хотим дальше развиваться В будущем руководитель проекта планирует искать новую целевую аудиторию И, возможно, работа с другой возрастной группой Альбина Ламкова, Мухаммед Ашибоков, Вести, Карачаево, Черкесия Сохранить историю в лицах Проект «Хранители наследия» стал победителем в конкурсе «Росмолодежи» и получил грант Руководитель проекта Армида Капушева и известный в Карачаево-Черкесии фотограф Ренат Турусов Загорелись идеей запечатлеть людей, прошедших тяжелые годы депортации Алихан Лепшоков подробнее Мы хотим сохранить память о нашем старшем поколении Которые пережили тяжелые годы депортации и внесли свой вклад в обучение и воспитание подрастающего поколения Руководитель проекта «Хранители наследия» Армида Капушева и ее настанью к реализации данной инициативы Известный фотохудожник Карачаево-Черкесии Ренат Урусов Постили 92-летнюю бабушку Баблину Лепшокову Которая долгое время проработала учителем в ауле «Кызылоктябрь» Ребята будут снимать семейные портреты с участием самих героев и их родственников Важно отметить, что эта инициатива одержала победу в грантовом конкурсе «Росмолодежи» Чтобы донести молодежи всю важность этих событий А не просто приходить и диктовать им какие-то монотонные лекции Эта идея мне пришла после фотошколы, которая проводилась на базе Карачаево-Черкесского государственного университета Я увидела, что молодежи очень интересуются фотографией Я увидела, что фотографии можно передать больше эмоций, больше историй, чем словами, лекциями Проект реализуется в рамках года педагога и наставника Все герои наших фотографий являются не только очевидцами периода депортации карачаевского народа Но и долгое время работали учителями, воспитали несколько поколений в республике Каждый кадр бесценен, и мы уверены, что это позволит сохранить богатую историю нашего народа Отметил фотограф Ренат Урусов Тема у нас связана так или иначе с депортацией, потому что педагоги и наставники, которые прошли депортацию, их небольшая история И, конечно же, этот проект, как и многие другие проекты, которые у меня были до этого, они тоже были связаны с депортацией С каждым годом будет только набирать свою популярность и актуальность И, к сожалению, это связано с тем, что с каждым годом, с каждым днем таких людей, вот наших бабушек, дедушек становится все меньше и меньше И поэтому, конечно, целью является собрать определенный материал, фотоархив И, конечно же, вот эту информацию, которую мы больше, просто нам негде будет ее брать Несмотря на свой возраст, бабушка Баблина Лепшокова ведет активный образ жизни, не теряя чувства юмора Смешные видео с ее участием покорили мир интернета Вместе со своим внуком Асаном Альмиисовым снимают различные лайфхаки Меня попросил директор, чтобы взяла какой-то класс, второй класс, по-моему Я взяла второй класс, второй, третий, четвертый, восемь их учила Вот так, а так в вечерней школе я долго работала Ну, там в вечерней школе взрослые люди учились тогда Оттуда приехали все неграмотные Многие не умели даже заявления писать И в вечерней школе вообще трудно было работать По завершению проекта будет проведена фотовыставка семейных фотографий с героями и с информацией о их жизнедеятельности Алихан Эпшоков, Мухаммед Ашибоков, Вести Карачаева, Черкесия, Прикубанский район Завершился всероссийский турнир по боксу памяти Александра Степановича Давыдова Как прошли решающие поединки, которые определили участников финального первенства России, расскажет Артур Мхце В зале юбилейного продолжаются боксерские поединки На всероссийском турнире памяти известного тренера Александра Давыдова осталось определить призеров каждой весовой категории 190 спортсменов из 27 регионов За этими цифрами большая работа, проделанная организаторами совместно с представителями спортивного общества «Спартак» Нет такого человека в Черкесии, который не знает Александра Степановича Поэтому тот турнир, который мы проводим, ребята, во-первых, помнят об этом Многие ученики пришли, скажем так, вспомнить и тренера, и посмотреть И тот уровень, который мы сюда привезли, это 27 субъектов Российской Федерации, 190 боксеров Он показывает о том, что действительно жив турнир Сильная слава того тренера, который здесь был Популярность в боксерских кругах наставника и активность его учеников Помогли организовать в столице Карачао-Черкесии соревнования, где на одном ринге оказались спортсмены из Якутии и Московской области Из регионов Северного Кавказа и Луганской республики Когда до главного поединка остается совсем чуть-чуть, на итоговую победу всерьез рассчитывает каждый, чье имя еще значится в турнирной сетке Артему Ващенко из Сочи удалось реализовать плана поединок, как результат ожидания решающего боя В таких соревнованиях я уже участвую 4 года И вот сегодня просто я очень сильно хотел победы Сейчас призовое место первое место И для меня оно очень сильно важное И хочу сказать всем, что пускай занимаются И в таких соревнованиях всегда выступают и побеждают По словам представителей хозяев соревнований, Карачао-Черкесия имеет отличные шансы взойти на верхнюю ступень пьедестала Как минимум в одной весовой категории Еще в нескольких многое зависит от раскладов по турнирной сетке и ряда причин субъективного характера Однако поддержка зрителей стала бы дополнительным стимулом добиться наилучших результатов Каковы промежуточные результаты наших спортсменов, спортсменов из Карачао-Черкесии? Наши боксеры выступают неплохо Уже несколько человек вышли в полуфинал Есть, конечно, лидеры в некоторых весовых категориях Победители округа, призеры первенства России Вот надеемся на них Стремление оправдать доверие тренеров, сила воли и жажда победы Всего этого под крышей юбилейного будет предостаточно Финальные поединки пройдут 19 августа, начало в 12 часов Артур Махцемухамед Ашебоков, Вести, Карачао-Черкесия По итогам всероссийского турнира памяти Александра Давыдова Наибольшее количество победителей у Дагестана Четверо, немало призовых мест, в том числе два первых у боксеров из Краснодарского края Представители Карачао-Черкесии завоевали одно первое, два вторых и несколько третьих мест Излюбленное место отдыха жителей и туристов Речь идет об овеянном различными легендами озере Каракель Оно расположено в Тиберде В курортный город отправилась Алла Динаева, которая расскажет о прекрасном водоеме Точная информация об этом природном объекте и результат исследований озера русским географическим обществом в ее репортаже В самом центре Тиберде прямо у дороги находится и восхищает красотой прекрасное озеро Каракель Любимое многими и покорившее мое сердце У вас хороший вкус на природные объекты Это озеро моренного происхождения Некогда здесь был ледник В ледниковый период здесь был ледник И в результате динамических процессов, которые происходили в этом леднике, образовалась морена Морена находится на западной стороне озера Подпрудная морена И вот в этой воронке сохранилось озеро Каракель Прекрасное озеро по всему периметру окружено горами А в его прозрачной воде отражается природная красота Тиберды Озеро Каракель – одно из прекраснейших природных объектов Карачева-Черкесии и Тибердинском заповеднике О нем слагают сказки, рассказывают легенды Некоторые утверждают, что у него двойное дно Другие рассказывают, что в глубине озера есть пещера Согласна, каждая уважающая себя достопримечательность должна иметь вокруг себя много загадок Но некоторые мифы мы сегодня развеем Карачева-Черкесское отделение Русского географического общества Совместно с сотрудниками научно-исследовательской лаборатории геоэкологического мониторинга Кочегу Исследовали озеро и теперь точно знают и могут рассказать о Каракеле все Сканировали его эхолотом, промерили глубину Нигде никаких пещер мы не обнаружили, не было здесь пещер Но были обнаружены родники, которые бьют из-под земли Особенно ближе сюда, где труба, из которой выходит вода, пополняющая озеро Вот там самое глубокое место, где-то 12-14 метров, не больше Хотя раньше нам говорили, что здесь 18-19 метров И эти подводные родники очень холодные и сильно меняют температуру воды в озере И она не успевает перемешиваться И вода в Каракеле из-за этого имеет разный температурный режим Рассказывает доктор географических наук Вячеслав Онищенко Здесь нередко происходили случаи, когда люди тонули Потому что резкая смена температуры Когда человек не знает о существовании этих ледников И сводила судорога, и люди тонули Вот, находили их далеко от тех мест, где они затонули Это говорит о том, что есть какие-то течения Связанные с турбулентностью в зависимости от температуры воды Вот, всегда это теплое стремится к холодной воде Холодное, значит, вытесняет теплую наверх И поэтому вот эта турбулентность воды Она создает разные температурные режимы воды И причем переамплитуда, колебания температуры очень высокая До 15-17 градусов амплитуды Днем вода в западной части озера может нагреваться до 18-20 градусов А ночью в восточной части может опускаться до 3-4 градусов А название Каракёль с карачаевского переводится как «Черное озеро» Воды снежников, которые приносятся вот с вершины и с вершины И микропонижение этого вершины кельбаши Поэтому оно называется Каракёль, то есть «Черное озеро» Озеро над Черной горой Впереди, вот в сторону Домбая, видны ответвления от главного Кавказского хребта Заснеженные горы Раньше в понижениях рельефа этих гор снег сохранялся круглый год Образуя малое оледенение в виде фирновых ледников Небольших по площади ледников Но сохранялось оледенение Сейчас, вот где-то с 90-х годов, эти ледники исчезают И озеро становится, то есть хребты приобретают черный, темный цвет Поэтому их и называют иногда «Черной скалой» С одной стороны озеро примыкает к западному склону, покрытому хвойными лесами Которые обогащают воздух и примыкающие воздушное пространство озера насыщают фитонцидами Поэтому этот участок оздоровительный Слава Валентинович, расскажите, вот ассоциации с детства какие у вас с этим озером? Ну, самые противоречивые С одной стороны, это красивое место, где в основном собирались, ну, дети нашего поколения Вот, здесь купались, здесь строились вышки все время, каждый год Мы ныряли здесь, плавали Но, поскольку в окружении этого озера находились противотуберкулезные санатории И здесь была обнаружена палочка Коха Вот, нам запрещали родители купаться здесь Но мы как бы не особенно обращали внимание на эти запреты И сбегали купаться сюда Когда мы купались в бурлящих потоках реки Тиберды Нам никогда родители за это ничего не говорили Но когда мы приходили купаться сюда, они нас ругали за это Это вас останавливало? Ну, иногда мы прислушивались, но тем не менее поступали так, как окружающее нас общество А это какие годы было? И потом все много Это как бы возбудитель легочного туберкулеза Но я не знаю такого случая, чтобы кто-то из местных людей, вот, коренных местных жителей заболел здесь туберкулезом Сюда приезжали отдыхающие на последней стадии, с последней стадией туберкулеза И побыв здесь, ну, месяца три Путевка дорого тогда стоила, но тем не менее отдыхающих было много Побыв здесь месяца три Попив местного айранщика Погуляв на этих вот теренкурных маршрутах Вот, уезжали отсюда С зарубцевавшимися легкими, без всяких операций И жили до глубокой старости, забыв о своих болезнях Вот такая исцеляющая способность этого курорта А в 60-е и 70-е годы Каракель сильно стала зарастать тиной и водорослями И в течение года вода в водоеме меняла цвет, и озеро пропадало Но местные жители запустили сюда рыбу, толстолобика, сазана, белого амура, и тина исчезла И озеро сохранилось и продолжает радовать жителей и гостей курорта А насладиться прекрасным видом Запечатлеть на фотоаппараты и, конечно, подышать хвойным воздухом Сюда приезжают люди со всех концов России Для Руслана и Рамины Абаджевых этот пенек у Каракеля излюбленное место Мне очень приятно тут находиться Во-первых, тут очень красивая природа Воздух отменный Люди прекрасные, гостеприимные Мы уже третий раз приезжаем сюда И дай бог, сколько будем жить, сколько будем приезжать сюда Очень хорошее место, воздух хороший Еще приедем через неделю-две Как пыльца пойдет Все хорошо А вот и неожиданный для нас обитатель озера Черепаха Греясь на солнышке, она накапливала тепло в свой панцирь И позировала в нашей видеокамере Но когда мы решили подойти еще ближе Сползла в воду и уплыла в свое подводное царство Аладдинаева, Али Бастанов, Вести, Карачаево-Черкесия, Тибирта Сегодня в России отмечается День офицера Смотрите интервью с начальником Карачаевского городского отдела Росгвардии по Карачаево-Черкесии Керимом Богатыревым Росгвардии по Карачаево-Черкесии